Благословляю вас, дорогие друзья, пусть вас Господь сегодня коснется. Знаете, мы все нуждаемся в откровении от Бога. Мы столько могли слышать о Боге. Бог, Бог, где-то есть, что-то Он делает, где-то Он находится, какой Он, мы даже не знаем. Мы многого не знаем. И знаете, когда человек получает откровение, для него это открытие. Вау, а я и не знал, что Бог добрый. Я думаю, что Он строгий, что Он злой, что Он не любит людей, что Он готов, не знаю, наказывать людей болезнями. Там, я не знаю, посылает вот эти вот наводнения, все. Знаете, для людей нужно откровение о Боге. Да нет, Бог, Он радостный. Да нет, Бог долго терпит. Представь, Бог долго терпит. Знаете, когда заканчивается терпение, включается долго терпение. И у Бога иногда заканчивалось терпение. Мы видели в Библии, там, сколько целые страны Бог спасал. Бог послал в Неневию пророка Иону. И Он говорил, я уничтожу эту страну, потому что она сильно развратилась. Сильно люди развратились. Уже с ума сходят. И Он говорит, я уничтожу, приди туда, Иона, и предупреди их. Если они не покаятся, то они погибнут. Я уничтожу эту страну. И Он не хотел идти туда, но пришел все равно. Пришел и проповедовал им. Вы знаете, что Бог отменил свой гнев. Представляете, Бог не то, чтобы без предупреждения, бац, испалил какую-то страну. Он предупреждает. Он говорит, зачем тебе? Зачем тебе умирать не в свое время? Итак, друзья, прежде чем я буду проповедовать, я хотел бы сказать, что есть несколько вещей, которые нужно христианину для полного комплекта. Знаете, когда мы садимся кушать, мы не просто хотим видеть гречневую кашу или перловую кашу. Вы хотите на тарелке, когда вы садитесь обедать, видеть перловую кашу и больше ничего? Нет, вы хотите видеть какой-то определенный набор. Вы поели то, салатик, еще что-то, овощи, мясо. Потом вы еще хотите сладенькое. Вы хотите разнообразия. И знаете, в духовной жизни для христианина должно быть разнообразие. Мы должны проявлять очень много эмоций в своей жизни. Бог, Он эмоциональный. У Него есть эмоции. Он радуется, Он печалится, Он скорбит. Бог даже плачет. Мы скажем, но это не свойственно Богу. Но почему Иисус тогда плакал? Он плакал. Он открывал Отца, что Отец переживает. И знаете что? Нам, как христианам, чтобы и нам иметь полноценную христианскую жизнь. Поймите, можно иметь христианскую жизнь, но не полноценную. Ведь можно жить, но кто-то же в тюрьме живет, правильно? Это ее нельзя назвать полноценной жизнью. Но ведь они же не умирают. Да. Но так жить никто не хочет, правда? Так же и здесь. Есть полноценная христианская жизнь. Жизнь в радости, свободе, любви. И есть, знаете, в каком-то лишении, недостатке, в вопросах, в неотвеченных, знаете. И христианину ему нужно уметь и радоваться, и плакать. Я вам скажу, что не только радоваться христиане призваны, так же плакать. Эмоции, они должны проходить, проистекать через нас. Если вы, например, боитесь плакать, вы считаете, что это бабское дело. Извиняюсь за выражение. Это не так. Когда Господь касается... Знаете, мужчине, у него слезы спрятаны, я не знаю, в пятках где-то, так далеко, чтобы мужчина заплакал, ты его ничем не растрогаешь. Но я видел и сам по себе знаю. Когда касается Бог, все. Знаете, вот прям, знаешь, как будто слезы у тебя прямо вот здесь находились. Вот. Понимаете? И поэтому важно очень плакать, опустошаться для Господа. Важно радоваться и смеяться в Господе. Важно принимать Его любовь и отдавать Его любовь. Важно дарить людям. Бог нас сделал даятелями. Он сам дает всем жизнь. Поэтому Бог призывает нас, верующих, быть даятелями. Ведь как апостол Петр шли с Иоанном в час в молитвы, да? Они шли помолиться. И Петр говорит, золота и серебра у нас нет, а то, что имею, даю тебе. Он показал, что он даятель. А вы знаете, что он дал? Он дал то, что никто на земле не смог бы дать. Ни один император. Ни одного императора приказ не смог бы восполнить нужду этого хромого человека. Почему? У него не было ног. Они были, но они болтались. Как полотенце. Как тряпочки. И его, написано, сажали каждый день у ворот храма, чтобы он просил милостыни. Он был нищий и хромой, очрева матери. И Петр, представляете, подошел к такому человеку, которому никто, ни один император, ни один бизнесмен, ни один доктор, ни один профессор, ни один волшебник не смог бы никогда изменить его жизнь. Подходит простой Петр и говорит, серебра и золота нет у меня. Ты получаешь здоровье, ты получаешь ноги. И схватив его за правую руку, поднял и сказал, вставай во имя Иисуса. И ноги его появились, укрепились моментально. И он стал ходить и прыгать, и скачать, и хваля Господа. Представьте, даже если бы весь мир скинулся на операцию, на протезы, ну были бы у него протезы, а не ноги. А так, представляете, Петр показал, что можно не иметь что-то, да, финансов, допустим. Бывает такой период тоже, может ты с собой не взял там или что. Но у тебя есть нечто большее. Ты даятель. Даятель почему? Потому что ты обладатель Царства Божьего. Иногда мы думаем, у меня нету, слушай, у тебя Бог есть. Как ты говоришь, слушай, я бы тебе дам, у меня нету, у тебя есть Бог. Иногда мы думаем, мы зацикливаемся на себе. Вот если бы я был богатый, я бы давал. А ты давай сейчас по своему достатку. Ну давай, научи, приучи себя быть даятелем. Слушайте, я не об этом собрался проповедовать, но я думаю, что это нужно было, чтобы прозвучало. Будьте даятелями. Итак, тема проповедь будет называться «Необходимость веры». Самый насущный вопрос для христианина – это вера. Если у тебя есть вера, ты живешь. А если у тебя нет веры, ты мертвый. Наличие, знаешь, осознание или признание существования Бога не делает тебя верующим. Многие думают, «Не, я верю, что Бог есть». Это не делает тебя верующим. Сегодня много неверующих ученых верят, что есть Бог, но они же неверующие. И особо не надо хлопать в ладоши, что они там открыли ДНК, они такие молодцы. Да, доказано. И теория эволюции в пух и прах разбитая, она выброшена на свалку, как и ненужная. И как она вначале называлась теория, так и она выброшена, и на ней написана теория. Всего лишь гипотеза, предположение, недоказанная вещь, всегда утверждаемая, но никогда недоказываемая. Все, человек произошел от Бога. Когда ученые открыли ДНК, в этом сразу говорится, что за этим стоит Творец. Все, это точка на этом. Но то, что ты веришь, что есть там, где-то Бог, не делает тебя верующим. Не делает. Ты просто, если ты знаешь Бога, если ты Ему доверяешь свою жизнь, это делает тебя верующим. Много людей неверующих живут своей мирской жизнью обычной. И просто они там, просто ходят в храм или повесили крестик, бижутерию, да? И они думают, что бижутерия сделала их верующими. С какого перепуга? Луки 18, 8. Иисус здесь говорит, сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя на землю, найдет ли веру на земле? Может быть, Иисус найдет добрые дела, может быть, Он найдет очень большие знания у людей, но найдет ли Он веру? Веру. Знаете, что проявил Петр, как я уже сейчас говорил в начале, когда он дал ноги хромому, от чрева матери? Вы знаете, что это проблема, которая настолько зашкаливает, что ее никак не решить. Даже если все умы мира соберутся и будут думать, что же делать, как же помочь этому человеку? Самое мощное, что они могут придумать, это инвалидное кресло. Катать его. Все, на пульте, без пульта, все, дальше человек не способен к ничего. Но так как Петр был подключен к царству, был подключен к небу, он смог дать ноги. Откуда Петр? Он вывернул карман и показал. Ничего нету. Бас, а ноги есть. Откуда? Из царства Божьего. Оттуда же, откуда Иисус брал. Да там все есть. И нам, как верующим, нужно опустошать эти склады царства Божьего. Это просто магазин, где есть все, исцеление, спасение, восстановление. Все есть. Выноси оттуда и приноси на эту землю. Художники в этом образе, как бы в этом вопросе, они показывают нам, как материализуется духовный мир. Как я уже это повторялся. Он сидит, художник сидит, перед ним белое полотно. Ничего нету. А он говорит, есть. И вы это сейчас увидите. И бац, шедевр. Раз картина. Вера необходима, чтобы жить духовно. Необходимость веры. Иметь взаимодействие с Богом и духовным миром. Бог – это не человек. Бог – это не супермен. Бог – это не, знаете, такой супер-супер-супер-мега-человек. Нет, он Бог. Бог – его понять умом невозможно. Потому что исчисления, которыми он владеет, расстояние, на котором он находится, – это за пределами нашего разума. И если мы начнем логически все подходить, мы никогда не сможем поверить Бога. Потому что он для нас будет очень далеко и будет непонятным. Поэтому вера не гнездится в разуме. Вера находится в сердце человека. И вы знаете, верующие люди, они не то чтобы все знают о Боге. Они просто однажды пришли к Богу и сказали, «Господь, прости меня за все мои грехи. Войди в мое сердце». Они услышали радостную весть об Иисусе, услышали Евангелие, впустили Иисуса Христа в свое сердце, открыли Библию, начали читать и познакомились с Богом. Многие люди думают, что надо где-то учиться, чтобы Бога познать. Нет. Да, может быть, кто-то тебя наставит вначале, тебе расскажет, даст какие-то определенные знания. Но дальше все происходит так же само, как у родителя и новорожденного ребенка. Новорожденный ребенок, он лежит, он ничего не умеет, ничего не понимает, ничего не знает. И мама вокруг него все ходит, ходит, его обслуживает. Но потом постепенно, мало-помало, он знает уже маму, он зовет ее, он благодарит ее, улыбается ей. Понимаете? Постепенно взаимоотношения зарождаются. Так же и у Бога с человеком. Когда Бог коснулся человека, раз, многие люди говорят, я почувствовал себя таким грязным. Сколько людей говорили об этом. Я почувствовал себя таким ничтожным. Я почувствовал себя от его любви, от его света, от его доброты. И мне быстро захотелось очиститься, мне захотелось покаяться, мне захотелось оставить все это. И знаете, сколько людей рассказывали? Когда попросили Господа войти в сердце, то прямо груз с них был снят. Вы знаете, как будто всю жизнь человек нес какую-то тяжесть. Какой-то рюкзак просто большими булыжниками нагружен. И человек несет, он даже не знает, зачем он это несет. Ему это не надо. Представьте, вы, например, вы любите налегке гулять. Я знаю. Я тоже самое. Если вы идете в город, вы не хотите с какой-то сумкой ходить. 15 килограмм, понимаете, по городу. Вы хотите ее куда-то поставить, положить камеру хранения или куда-то. Так же человек, представьте, он хочет жить свободно, он хочет радоваться. А у него какой-то рюкзак повешен. И он несет и думает, это его бремя, это так нужно, наверное. Вот я такой, я такой кривой. И все, и мне нужно, тяжесть несет по жизни. А это всего лишь грехи, которые тебе нужно оставить. Иисус может тебе помочь в этом. И ты раз, тебе говорят, хочешь помолиться, ты говоришь, давай. Ты молишься вместе. И раз тебя этот рюкзак снимают, и у тебя его больше нету. И ты выпрямляешься, и начинаешь летать, и славить Бога, и думать, как здорово жить. А все, что ты сделал, ты обратился к Богу. Вы знаете, несмотря на то, что Бог в миллиарды, триллионы раз умнее человека, превосходнее человека, совершеннее человека, Бога не делает это далеким, как бы отдаленным от нас. Он, наоборот, приближается к нам. Представьте, Иисус, Он явил Бога на земле. И вы знаете, что Иисус мыл ноги ученикам. Это самая низкая работа, это работа раба. Так как раньше ходили в открытые обуви, и ноги потели, жара, грязь там, пыль. И ноги были грязные. Прежде чем ты в дом войдешь, был слуга с тазом, мыл ноги, отмывал грязь. Во многих церквях моют ноги, но моют чистые ноги. Знают заранее, будет хлебопреломление. Надо помыть ноги, приготовиться, потому что будут мыть мне в церкви ноги. Это не то. Это были традиции того времени. И там действительно мылись грязные ноги. И вот Иисус однажды, написано, зная, что Ему предано все отцом Его, полностью, Он хозяин всего дома, просто опустился, снял верхнюю одежду, припоясался полотенцем и мыл ноги. И у Петра появился комплекс. Он говорит, ты мои ноги не умоешь. Как так? Ты великий, ты Господь, ты учитель. И ты мне будешь мыть ноги. Он начал ломать, у него все внутри начало крошиться. А он говорит, нет, Петр, это любовь. И знаете, Бог умеет опускаться на уровень наш. Умеет. Умеет приходить на наш уровень, чтобы достичь нас и потом поднять к себе. Ведь все мы, кто мы сейчас слушаем, мы все направляемся на небеса. Мы не просто так верим в Бога. Спросите, я просто так верю в Бога? Нет. Я не просто так верю в Бога. Я знаю, что Бог для меня приготовил. У моей веры есть воздаяние, есть награда и есть будущее. Вместе с Богом на небесах. Вот почему я верю в Бога. Потому что Бог для меня так много сделал. Когда я об этом узнал, я поверил в это и принял. Все, моя жизнь изменилась и продолжает еще меняться. И еще многому чему надо надлежит измениться. Но процесс запущен. Он уже в действии. Награда веры – это радость. Когда ты веришь, ты получаешь. Написано, Петр, он дал ноги, провозгласил, и ноги пришли. Духовно. И он провозгласил, и физические ноги пришли. И хромой стал ходить на своих ногах. Это произошло благодаря вере. И что? Какая просто неимоверная радость опустилась на это место. Потрясающая радость. А другой бы скептик верующий подошел бы и сказал, «Ха! Здесь еще невозможно! Инвалидное кресло! Давайте скинемся, братья и сестры, на хорошее, мягкое, удобное инвалидное кресло!» Это неверующий бы сказал. Неверующие, они поступают так, как им понятно и открыто. Но верующие уповают на Бога. Петр конкретно вывернул карманы и сказал, «Я это не смогу сделать, но я знаю склад. Я знаю склад». И он нам оставил пример. Эти склады в духовном мире есть. У кого-то не хватает волос. Послушайте, там есть волосы. У кого-то не хватает зубов. У многих людей сегодня нет зубов. Я вам признаюсь. Нету. А если есть, они вытаскиваются. Бог может дать вам зубы. Если у вас есть вера, вы получите эти зубы. Когда у вас заканчиваются продукты или заканчивается одежда. У многих, знаете, не одежда заканчивается, а новая одежда заканчивается. Все уже старое. Что вы делаете? Вы же знаете, куда идти. Вы идете в центр торговый. И что? Выбираете еще. «О, это мне нравится, это мне не нравится. Эта еда нравится, вот это не нравится». Вы ходите по торговому центру. Какие сейчас торговые центры строят? Это просто голова кружится. Там есть все. Там есть все. А вы думаете, откуда торговые центры появились? Они скопированы. Получайте откровение. Они скопированы с духовного мира. Верующие также призваны ходить в торговые духовные центры и брать оттуда благословение. Вы думаете, Иисус булочки откуда взял? Рыбу. С торгового духовного центра. Есть людям, нечего было. Три дня проповедовал в пустыне. Три дня. И ученики подошли к Иисусу, такие, Иисус, знаешь что? Отпусти народ, им нечего кушать уже. Они сами не уйдут, потому что ты магнит. Ты их примагнитил, они не уйдут. Но они голодные, мы тебе открываем такую истину. И Иисус говорит, вы дайте им есть. Иисус с себя снимает ответственность и говорит, вы дайте им есть. Почему? Потому что верующие способны кормить людей. Почему? Торговый центр. Все, что люди, наверное, запомнят после проповеди, не о вере, а о торговом центре. Ну и об этом тоже запомните, что есть торговый центр. Что там есть? Там есть органы, легкие новые есть. Почки есть новые, печень есть новая, глаза есть новые. Уши есть новые. У кого нету слуха, там есть уши, прям такие красивые уши есть, красивые носы. Если реально, у меня знакомый есть верующий, у него началось служение благодаря чуду с носом. Вы себе представляете? Вот он был неизвестный человек, был верующий, верил в Бога, очень любил Бога, уединялся с Богом. Он рассказывал, говорит, на молодежных собраниях все хохотали, шутили, смеялись. А я молился, я молился такой был. Знаете, он такой прям, такой искал Бога, он такой прям богобоязненный, такой, знаете, вот искал прям Бога. Он говорит, что вы просто так вот болтаете о какой-то пустоте, надо Бога искать. И однажды он говорит, я помолился за девушку с длинным носом. У него был длинный нос такой. Для нее это комплекс. Она себя видела всегда страшно в зеркале. И он предложил ей, говорит, у тебя есть нужда, за что помолиться? Она говорит, нос. Он помолился, и нос стал нормальный, носик стал. Был нос, стал носик красивый. Вот, такое чудо. Отец, когда это увидел, он чуть с ума не сошел. А он еще какой-то там чин в полиции. В общем, это было вообще невероятное чудо. Как? А зачем Богу давать носик? А зачем? Не понял. Зачем вы ходите, отрезаете часть носа? Зачем? Зачем к докторам ходить? Вы же хотите? Так Бог видит ваше желание, дает вам без докторов. Без этой хирургической операции. Да. И все. Люди поверили. Сразу стали просить его молиться. Там были смешные молитвы, на которые он делал отказ. Понимаете? Я не буду даже говорить, за что предлагали там многие женщины молиться и так далее. Это было смешно. Но Бог, Он Бог добрый. Он добрый. Вот получите откровение, что Он добрее, чем добряк в самой на земле миллионы раз. Он добрый. Он любит человека. Посмотрите, где Бог создал человека. Где был роддом? В раю. Это о чем говорит? Что не в пустыне появился человек. Не просто в джунглях выживет любой ценой. Выживет, значит, будет жить. Нет. В раю, где условия. И там была любовь. Библия написана. Итак, вера от слышания. Римлянам 10, 17. От слышания от слова Божия. Не извинителем ты верующий, не имеющий веры. Не извинителя. Тебе это как бы не сходит с рук. Ты должен ответить за это. Почему у тебя нету веры? Почему ты не можешь решить проблему? Почему в этих обстоятельствах ты сдаешься и плачешь? Где вера ваша? Вопрос. Иисус приходит на землю и говорит. Да вообще все неверующие. Где верующий? Хоть один. Кто проявляет веру и получает ответ? Вера позволяет доминировать и, можно так сказать, царствовать над обстоятельствами. Преследствовать не друг над другом. Нет. Мы не говорим, что мы берем контроль, манипуляцию над умами людей, над сознанием, и сжимаем их, и держим их в своих уздах, и манипулируем их страхом. Нет. Когда приходит к тебе дьявол, ты должен проявить веру. Написано, противостаньте ему твердую чем? Верою. И что он сделает? Убежит от вас. Как дьявол приходит? Дьявол не приходит к тебе с рогами и говорит. Я пришел. Ты меня видишь? Нет. Он приходит, видя болезни, рака, видя нищеты, видя какой-то обстоятельств каких-то. Дьявол приходит, чтобы тебя напугать и убить. Ты должен проявить веру и сказать. Знаешь, раньше я велся на такие вещи. Как мальчик, меня можно было напугать. Я такой, боюсь, боюсь, все, больше не надо, больше не надо, боюсь темноты, не могу спать. А теперь, извините, я познакомился с такой личностью, которая меня освободила. От чего? От страха. Человек без страха – это человек свободный. Даже если у него чего-то нету, у него нету страха. У тебя, может быть, и деньги, но ты боишься еще больше теперь. У тебя, может быть, еще имущество, и теперь еще больше. Поймите, мы думаем, вот человек без денег, как же он теперь будет жить? Он в страхе. Многие люди с деньгами переживают страх еще хуже. Главное бы не сгорели. Вот эти все падают, поднимаются. О, я же стану нищим, что я буду делать? Вера позволяет доминировать. Будь богатым верой. Что это означает? Да просто, все просто. Ты слушаешь Бога, ты начинаешь верить Ему. Как ребенок слушает родителей, и он начинает верить родителям полностью. Он скажет, родители скажут, вот, идем туда-то завтра. И ребенок радуется, бегает. Мы идем туда, мы идем туда. Понимаете? Вот сказал и поверил, так же проводи время со своим родителем, с Отцом Небесным. Послушай, когда ты читаешь Библию, помолись так. Господь, проговори мне через Библию. И вот когда Он тебе проговорил, и тебе открылось Слово через Библию, на этом базируется твоя вера. Пока ты не поймешь, пока не открылась, у тебя не будет веры. Ты будешь верить просто в существование Бога. Да, как бы ты будешь тянуться, но ты будешь как бы вдалеке всегда. Ты будешь таким далеким родственником. Ты никогда за стол не сядешь. Ты никогда, ты всегда будешь там вдалеке где-то. А тебе отец говорит, давай ко мне, сын. А ты не знаешь этого. Ты не знаешь, как прийти к нему, как получить эту радость. На это все надо вера. Чтобы встречаться с Богом, нужна вера. Чтобы от Бога получать радость, мир, утешение. Мудрость, знание. В конце концов, у Бога отсутствует, знаете, вот это понятие, серая масса. У Него отсутствует самая мудрость, которую Он дал Соломону. Соломон, не читая книжки, не учащийся в институтах, стал самой мудрейшей личностью за всю историю. Почему? Бог дал мудрость Ему. И Он все знал, все загадки. Люди приходили, загадывали. Он все разгадывал, все. И люди удивлялись. Но Он стал богатейшим человеком. Почему? Мудрость. А как ее приобрести? Вера. Как тебе решить свою ситуацию? Вот ты думаешь, ты не знаешь, как, 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 как. Бог тебе скажет, как. Он даст тебе понимание. Он даст тебе схему. Он тебе даст конкретику. Как тебе победить эту ситуацию? Давайте сейчас будем...